Я покажу вам фокус для двух зрителей. Первый зритель говорит нам стоп, например, вот на этой карте. Он ее запоминает, мы ее знаем, она нам пригодится чуть попозже. Также нам понадобится, чтобы второй зритель сказал стоп, когда я также пролистываю колоду. Например, он сказал где-нибудь здесь, он запоминает вторую карту. И с ней мы пройдем некие манипуляции, а именно оторвем уголок. Вот так. После этого смотрите внимательно за уголком. Он исчез. Разумеется, ни в рукавах, нигде его нет. А он оказался, смотрите где, очень-очень внимательно смотрите. Листаем вот так карты. В середине колоды, на какой-то карте. Заметьте, что этот уголок идеально подходит к карте. Это первое. А второе то, что он находится на десятке пик. Вы хотите стать хозяином положения? Помните, я рассказывал вам о разных книгах по ментализму? Я говорил лишь о некоторых из них. У проекта MyMentalism есть целых 12 книг. Цены на которые от 200 до 3000 рублей. Но в течение пяти дней вы сможете приобрести любые три книги всего лишь за 499 рублей. Вы сами выбираете, какие это будут книги. Под этим видео есть ссылка, там вы можете ознакомиться с описанием каждой книги и выбрать любые три из них. Сделайте себе крутой подарок на Новый год. Привет всем любителям фокусов. С вами, как всегда, Неро Янг. Добро пожаловать в новое видео. Сегодня я покажу вам очень классный карточный фокус для двух зрителей. Ну а также будет подробное обучение. Если хочешь больше подобных фокусов, где нужно использовать не одного, а нескольких зрителей, обязательно ставь лайк, и я сделаю подборку из этих фокусов. Если видишь меня впервые, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, так как новые видео здесь выходят практически каждый день. Ну и, конечно же, если ты не знаешь, где купить качественные карты для фокусов, переходи в магазин 54cards.ru. Там хорошие, качественные, оригинальные карты. От стандартных до дизайнерских. Также есть трюковые колоды. И есть мой фирменный набор Неро Янг, в которые входит колода Bicycle Standard, лучшая колода для фокусов, и четыре специальные карты для особых трюков. Переходи по ссылке в описании и закупайся в хорошем магазине 54cards.ru. Для этого фокуса вам нужно будет сделать две карты. И прикол в том, что этот фокус многоразовый. То есть вы не испортите карты один раз, покажете фокусы, выкинете их, а вы реально будете показывать его постоянно. Первая карта выглядит вот так, а вторая карта выглядит вот так. Давайте сейчас мы их сделаем, объясню, как вообще, что делать. И смотрите внимательно, мы берем любые две карты. Допустим, вот эти. Это у нас двойка черви, четверка черви. Что мы делаем с ними? Смотрите. Мы берем одну из них и отрываем правый нижний угол. Если карта лежит вот так, лицом вниз. Просто отрываем маленький уголочек, это важно. Вот такой примерно. Чтобы хоть что-то на нем было нарисовано. Это самое главное. Иначе, ну, когда будет прикладывать зритель уголок, не понять, оттуда он, не оттуда. А вот так самое то. Итак, мы берем после этого двухсторонний скотч, либо клей-карандаш. Лучше подойдет клей-карандаш. Намного лучше. Но у меня сейчас его нет, поэтому я приклею просто на двухсторонний скотч, чтобы вы понимали вообще, что происходит. Берем, клеим на рубашечку вот этого кусочка и клеим на центр этой карты. И прижимаем хорошенько. С клеем-карандашом будет лучше, потому что вы, в принципе, сможете на силу оторвать. Ну, грубо говоря, оторвать. То есть убрать этот уголок и положить его отдельно. Это будет намного лучше. А вот с двухсторонним скотчем вы можете просто показать и повернуть, потому что там у вас будет приклеен этот кусочек. Делайте, как вам больше нравится, но лучше, конечно, использовать клей-карандаш. Что мы делаем далее? Нам нужно упаковать эти карты в колоду. Мы берем где-то с середины колоды, ближе к концу, кладем вот эту карту с приклеенным уголком. Далее мы берем где-то, ну, карт 6-7 и кладем вот эту карту вот так, чтобы этот вот оторванный кусок был к вам. И накрываем. Все. Теперь наша задача будет навязать первую карту. Вы должны помнить, какая карта у вас с уголком. То есть вы ее должны внешне запомнить. И вы можете изначально поставить на мизинец, то есть вот так, да? Либо вы можете в процессе сначала показать, что все карты разные, найти ее, поставить мизинец и сложить колоду. Как вам удобнее? И вам нужно будет ее навязать. Я использую вот такое навязывание. Скажи стоп. Я листаю колоду, и как только я слышу букву S, то есть зритель пытается сказать стоп, я скидываю все с мизинца. И показываю ему карту. В этом варианте вы, кстати, еще можете сделать следующее. Вы можете поставить на брейк две карты, показать карту с двух сторон якобы. Тем самым на ней изначально якобы не будет этого уголка. Если это зритель запомнит, это будет вообще офигенно. Но я редко это использую. Но можете попробовать. Либо вы можете вот так вот бросать карты и говорить, скажите стоп. И как только он говорит, вы сбрасываете с мизинца. То же самое абсолютно. Ничего сложного нет. Обычное навязывание. Когда вы навязали карту, вы ее показали. Можете сделать вот эту штуку с переворотом. Не обязательно. И вы просто возвращаете ее туда же, где она и была. И поворачиваете колоду вот так. Чтобы ваша карта с оторванным углом осталась на том же месте, в ту же сторону была повернута. То есть вы навязали карту и вы поворачиваете вот так. Все. Теперь вы говорите, что сейчас и ты скажешь мне стоп второму зрителю. И в этот момент вы пролистываете вот так колоду. И фишка в том, что вы легко остановитесь именно на порванной карте. Смотрите. Оп. И ставите брейк. То есть она останавливается автоматически. По сути звук отличается и она прям резко останавливается. Из-за этого вам будет легко поставить брейк. Это будет выглядеть как одно движение. И после этого вы уже пролистываете вот так. Скажи стоп. Он говорит стоп. И вы отодвигаете пачку чуть на себя. И вот этим пальцем средним выдвигаете карту. Примерно наполовину. Вот так. То есть уголок не виден оторванный. И ваша задача взять ее вот этими четырьмя пальцами и большим. Вот так. Чтобы эти четыре пальца прикрывали вот это место. После этого вы откладываете колоду. И здесь уже актерская игра. Вы якобы отрываете уголок. Можете сделать какой-нибудь вот такой звук. И он будет нормально выглядеть. И слышится зрителю. И не надо сразу кидать вот так. Поиграйтесь со зрителем. Покажите, что вы якобы положили в другую руку. И потом кинули в колоду. Либо просто поменяйте руки. Подкиньте в воздух. Покажите, что ничего нет. Не надо сразу этой рукой работать. Потому что если вы якобы что-то перекладываете, чего у вас нет. Это создается идеальная иллюзия того, что все-таки что-то у вас есть для зрителя. Потому что он не знает, что произойдет с этим кусочком. Он и подумать не может о том, что у вас его изначально уже нет. Перекинули. Кинули сюда. Также при моменте, когда вы отрываете, вы можете чуть-чуть надорвать карту вот так для звука. То есть начать. Есть. И после этого уже сделать такое движение. Ничего страшного, что здесь будет видно, что она надорвана. Никто на это не обратит внимания. Переложили. Кинули якобы в колоду. Берете колоду и начинаете листать карты. То есть просто пока не дойдете до уголка. Вот он. После этого сначала покажите зрителю, что он совпадает. То есть приложите его или дайте самому зрителю приложить. Он прикладывает. И после этого вы показываете, что этот уголок на второй карте. Идеальный, кстати, трюк для совместимости, если вы показываете какому-то парню и девушке. Идеально подойдет. Прям вот вообще. И все. В принципе, на этом фокус заканчивается. Опять же, если у вас не двухсторонний скотч, вы можете отдать этот уголок и карту, например, порванную на память. Если вам не важно, и вы можете сделать еще такой реквизит. Либо вы можете просто убрать эти карты, показать еще пару фокусов, либо закончить на этом фокусе. Ну а потом уже заряжать их снова. И все. Я надеюсь, тебе понравился этот фокус. Смело ставь лайк, подписывайся на канал, смотри предыдущие видео. Ну и, конечно же, пиши мнение о фокусе в комментариях. С вами, как всегда, был Неро Янг. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.